Вообще в нашем мире существует очень много людей, которые не умеют принимать решения или не знают, чего они хотят. То есть, наверное, у всех есть такой знакомый, который приходит там в кафе и сам последний заказывает. Он не знает, что он хочет, там, мясо или рыбу, или не знает, что заказать, может принять какое-то решение. Или, например, там, что с утра одеть, какую футболку выбрать. Ну, то есть, такие муки выбора в плане принятия решения. Люди не любят принимать решения, либо просто не умеют это делать с детства. Поэтому важно понимать, что принятие решения в основном зависит не только от того, как клиент принимает решение, умеет или нет, но еще и от того, что сделал или не сделал менеджер во время этапа продажи. Еще важно понимать, что некоторые покупатели могут сказать, я просто хочу походить, посмотреть, там, повбирать товар. Тут такая двоякая штука, то есть, либо реально он хочет походить, посмотреть, ему нужно больше времени для выбора. Но вы же не знаете точно, может, он же походил, посмотрел во всех других магазинах, и просто такая дежурная фраза, он всем так отвечает и уходит, не купив. Поэтому важно в самом начале выявлять именно потребность, потому что, может быть, человеку что-то понравилось, но какой-то товар для него кажется дорогим, и он реально хочет походить, посмотреть, чтобы найти, например, аналог или что-то подешевле. Если вы будете отрабатывать возражения, я просто хочу походить, посмотреть, это, по сути, ложное, а не докопайтесь до истины, что, может, какой-то товар для человека дорогой, то вы будете просто тратить время и бить не в ту дверь. И, по сути, важно помнить, что менеджер должен быть всегда настойчивым, но не навязчивым. То есть, нужно именно клиента пробивать на то, чтобы он рассказал вам, как он относится к данному товару, что он думает, чтобы вы могли уже обработать его возражения, либо предложить ему какой-то товар. То есть, не зная, что он хочет, вы ему не продадите. Продолжение следует...